Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшую сотрудницу одного из банков, виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщина, являясь руководителем сектора обслуживания юридических лиц, использовала свое служебное положение и умышленно похитила чужое имущество. Она договорилась с руководителем одной из фирм о передаче денег ей наличными, чтобы она затем вносила их на расчет насчет фирмы. Всего за два года ей передали 15 миллионов рублей без оформления каких-либо подтверждающих документов. Для придания законности видимости, совершаемых ей в действии, она использовала печати и штампы банка для изготовления фиктивных квитанций о внесении на расчетный счет предприятия заработанных им средств. Фактически же полученные наличным образом денежные средства она похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом она организовала мошенническую схему хищения денежных средств банка с государственным участием. Необходимо отметить, что в октябре 2014 года ОНИКС предъявил претензии банку и Банкс был вынужден возместить ущерб, нанесенный действиями своего должностного лица, обществу, в размере 2 миллиона 630 тысяч рублей. Также злоумышленница нанесла ущерб особо крупному размеру и обществу с ограниченной ответственностью ОНИКС в размере более 12 миллионов рублей. Противоправная деятельность Татьяны Захаровой выявлена и пресечена управлением ФСБ во взаимодействии со службой безопасности банка в рамках борьбы с преступлениями в экономической сфере, направленными против предприятий с государственным участием. Противоправная деятельность Татьяна Захарова